Добрый день, уважаемые ученики! Сегодня мы с вами рассмотрим новый материал. Этот материал посвящается, называется 26-я тема «Виннесение общего множителя за скобки». Итак, что это такое? Давайте сначала рассмотрим теоретические сведения, и потом практически этот материал с вами мы будем закреплять. При решении уравнений, вычислений, в ряде других задач бывает полезно заменить многочлен произведением нескольких многочленов, то есть среди которых могут быть и одночлены. Представление многочлена в виде произведения двух или нескольких многочленов называют разложение многочлена на множители. То есть это понятие можно свести к понятию, как бы это обратное действие раскрытия скобок, то есть мы будем разлагать на простые множители. Итак, для этого мы что сделаем? Рассмотрим задание, и сказано в первом задании, представьте в виде произведения следующее выражение. И нам дается следующее задание. Задание 1. Первое А. Требуется в Виннесе общий множитель из выражения 12х плюс 48у. Для того, чтобы увидеть общий множитель этого задания, так как мы знаем, что 12 и 48 кратно 12, то есть наибольший общий делитель этих чисел является 12. Поэтому число 12 веносится в качестве общего множителя. Тогда 12 мы делим на 12 и получаем 1. Тогда за скобкой у нас будет х. Плюс 48 делим на 12, получаем 4. 4у. Этот способ, это и есть способ разложения или же вынесения общего множителя за скобкой многочлена. А если 12 умножаем на эту скобку, мы получаем аналогичный же ответ. Теперь давайте рассмотреть задание В. В задании В нам дается минус 9m минус 27n. Для того, чтобы упростить или же вынести общий множитель, рассмотрим сначала, что коэффициент первого одночлена минус 9, а коэффициент второго одночлена равно минус 27. Так как наибольший общий делитель этих чисел является минус 9, вот поэтому минус 9 выносится в качестве общего множителя. Так, минус 9 умножить. Если минус 9 мы делим на минус 9, тогда мы получаем 1, или же просто пишем буквы на часть m. Минус 27, если делить на минус 9, получаем плюс 3n. Это и есть как бы ответ задания В. Вынесли общий множитель минус 9. А теперь у нас идет задание В. И в задании В говорится минус 10, минус 10c. Надо будет из этого выражения вынести общий множитель. Так как у нас 10 и 10 одинаковые являются, наибольший общий делитель этих чисел является 10. Так как у нас минус идет, поэтому мы сможем минус 10 вынести в качестве общего множителя. Если минус 10 вынести в общем множитель, тогда у нас внутри скобки остается единица. Мы минус уже вынесли. Если минус 10 делить на минус 10, то есть получаем число 1 или же просто c. Это и есть задание первое. А теперь рассмотрим второе задание. Во втором задании говорится разложите на множители следующее выражение. Итак, запишем. Задание второе. Дается задание А. И сказано минус 5mn и плюс 5n. Требуется вынести общий множитель за знаком этого выражения. То есть теперь у нас идет буквная часть, множители тоже имеются. Минус 5 и 5, множители одинаковые. А также n и n тоже являются одинаковыми множителями. Поэтому из этого выражения выносится минус 5n за общую скобку. Тогда внутри скобки у нас остается просто m. Если же минус 5n умножаем на m, получаем минус 5mn. Так как из плюсов минус вы уже вынесли, поэтому знак минус остается. Если 5n делим на 5n, тогда мы получаем число минус 1. Это есть окончательный ответ задания А. А теперь задание Б. Требуется в Венесе общий множитель следующего вида. 5y во второй степени минус 15y. Для того, чтобы вы в Венесе общий множитель, так как уже известно, что 5 и 15 имеют множитель общий 5, а y, квадрат и y, естественно, тоже делятся на y. Вот поэтому в качестве общего множителя будем выбирать 5y. Если 5y в Венесе за скобкой, при делении 5y в квадрате на 5y, получаем просто y. Знак минус 15y, если разделить на 5y, получаем только число 3. Это и есть ответ задания Б. А теперь в задании В у нас идет другое выражение 8mn минус 4m во второй степени. Для того, чтобы вынести, сначала рассмотрим коэффициенты этого выражения. 8 и 4. 8 и 4 кратно 4. То есть наибольшим общим делителем этих чисел является 4. Так что четверку мы выносим. А так как у нас умножить на m, и во втором случае m во второй степени есть, тогда m выносится. Тогда если 4m вынести в качестве общего множителя, при делении 8mn на 4n, 4n, мы получим 2n. И что минус? 4m во второй разделить на 4m получается просто буквенная часть m. Это и есть окончательный ответ второго задания. А теперь рассмотрим третье задание. В третьем задании говорится вынесите за скобки общий множитель. Вот задание 3 запишем. У нас идет вот а. В первом случае требуется вынести а куб минус а в седьмой степени. Для того, чтобы вынести общий множитель, так как а куб и а в седьмой степени делятся на одну и ту же буквенную часть, то есть на а куб, поэтому а в третьей степени в качестве общего множителя выносим за скобкой. Тогда внутри скобки у нас остается а куб делим на а куб. Это 1. Минус а в седьмой степени. Если разделить на а куб, мы получаем а в четвертой степени. Вы можете сами даже контролировать. Если а куб умножить на единицу, это а в кубе, а в третьей умножить на а в четвертой с минусом получается минус а в седьмой. Так, теперь рассмотрим задание Б. В задании Б точно такое же задание, условие задания. 4С во второй степени минус 12С в четвертой степени. Для этого сначала рассмотрим коэффициенты. У нас коэффициенты первого одночлена – это 4, а второго – 12. Так как 4 и 12 имеют общий делитель 4, вот поэтому четверку выносим в качестве множителя. А тут С в четвертой и С в четвертой. Они кратны С во второй степени. Тогда если из 4С в квадрат 2 минус 4С в квадрат, у нас остается единица. Минус 12С в четвертой разделить на 4С в квадрате, у нас остается 3С во второй степени. Это есть ответ задания 3. Теперь рассмотрим задание четвертое. В четвертом задании сказано «решите уравнение». В начале урока уже мы с вами говорили, что вынесение или же разложение на множители в основном используется для того, чтобы решить алгебрическое уравнение и также произвести рациональный способ в вычислениях. Вот, например, в задании 4 требуется решить уравнение. Решаем. Вот задание пишем. Задание четвертое. Требуется решить уравнение вида у в квадрате плюс 2 разделить на 3у. Для того, чтобы решить данное уравнение, необходимо будет вынести общий множитель в качестве этого множителя. Итак, запишем решение. Смотрим, что уравнение состоит из у в квадрат и из 2 разделить на 3у. В качестве общего множителя мы сможем вынести у, так как у имеется во всех членах данного многочлена. Тогда у выносится, за скобку у нас остается у, плюс 2 разделить на 3 равно 0. А теперь, уважаемые ученики, как вам известно, что произведение двух выражений будет равно 0, если один из этих выражений, либо первое, либо второе, если обращается в 0, тогда это выражение будет равносильно 0. Из этого свойства первое мы запишем, что у равно 0, это есть первое решение данного уравнения, а во втором случае у плюс 2 разделить на 3, если будет равно 0, отсюда мы получаем у равно минус 2 разделить на 3. Следовательно, можно утверждать, что данное уравнение имеет двух различных корней. Один из них, у первое, равно 0, а второе минус 2 разделить на 3. Рассмотрим задание 5. В 5 задании сказано, найдите корни уравнения. Итак, запишем, задание 5. В 5 задании нам дается уравнение такого вида 3 десятых х во второй степени и минус 3 х равно 0. Это у нас именно же аналогичное задание, которое мы с вами рассмотрели в задании 4. Итак, решаем. Для решения этого же задания, точно как в задании 4, мы что сделаем? Выносим одинаковый множитель. Одинаковым множителем у нас является х. Вот поэтому из-за этого уравнения сначала х выносим, а внутри скобки у нас 3 десятых х остается, минус 3 равно 0. Теперь каждое произведение по отдельности приравняем к 0. Получаем х первое равно 0. А х во втором случае, вторая скобка, можно писать даже или. 3 десятых х минус 3 тоже равно 0. Отсюда 3 десятых х равно, минус 3 в правую сторону перенесем, получаем число 3. Или же х равно, если 3 разделить на 3 десятых, мы получаем х равно 3 разделить на 0,3. Это у нас получается число 10. Вы можете самостоятельно эти корни проверить, а в качестве ответа мы сразу запишем, что х первое у нас 0, а х второе равно числу 10. Это и есть задание 5. В шестом задании говорится, докажите свое значение выражения кратно 30. Рассмотрим это задание. Запишем задание 6. Итак, вот в этом задании говорится, что 36 в пятой степени нужно проверить, что кратно 6 в девятой степени кратно 30. Для того, чтобы это выражение кратно 30 стало, необходимо будет спереди данного выражения таким образом преобразовать, что мы получили число 30. Потому что 30 делить на 30 получается 0. Для этого мы выносим общий множитель из этого же выражения. Поэтому запишем 36 в пятой степени минус 6 в девятой степени. Так как вот в этом выражении у нас дается 36 и 6, но оба они кратно 6. Вот поэтому 36 можем представить в виде степени с основанием 6. Итак, 6 во второй степени, это в пятой минус 6 в девятой степени. Равно 6 записывается. Если двойку умножаем на 5, мы получаем 10 минус 6 в девятой степени. А теперь, если отсюда из этого выражения в качестве общего множителя 6 в девятой степени вынести, тогда мы получаем 6 в первой степени, а единицу не записываем, минус 1. Это равно 6 в девятой степени умноженное на 5. А теперь уже известно, что 6 в девятой степени умноженное на 5 кратно числу 30, так как у нас получается, что 5 и 6 сокрашаются. Мы сможем вот в таком виде оформлять, что у нас пока что идет 6 в девятой умножить на 5 делится на 30. Делим, то есть вот тут 1 и вот тут 6. Но так как еще 6 в девятой разделить на 6, это пока что не означает, что это число кратно. Вот поэтому 6 в девятой представим в виде произведения степеней 6 в восьмой умножить на 6 разделить на 6. Теперь 6 в 6 сокрашается, у нас остается 6 в восьмой степени. Тогда мы доказали, что действительно число вида 3 в 6 в пятой минус 6 в девятой степени и кратно будет числу 30. В конце мы можем писать ответ, что и требовалось доказать. А теперь рассмотрим другое задание. Разложите на множители следующее выражение. И нам дается следующее задание. Задание 7. Минус b в десятой степени, минус b в пятнадцатой степени и минус b в двадцатой степени. Для того, чтобы разложить это на множители, так как из этого выражения видно, что каждое данное выражение имеет множители равные минус 1, то есть коэффициент всех этих одночленов минус 1. Вот поэтому минус единицу мы выносим в качестве общего множителя. А так как b в десятой, b в пятнадцатой и b в двадцатой кратно b в десятой степени, поэтому b в десятой степени выносится. Тогда у нас остается 1 плюс b в пятой степени. Минус вынесли. Тогда у нас получается плюс b в десятой степени, который является разложением на множители. Задание седьмое. На этом мы заканчиваем эту тему. А теперь, чтобы закреплять вам этот материал, вам внизу дается самостоятельная работа, которой вам необходимо будет это все выполнять. На этом мы тему закончили. Доброго вам дня. Увидимся на следующем уроке. До свидания.